Кошачий алфавит 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 Хвост доходит до половины тела, прямой и тонкий, шерсть на нем бьется. Голова красиво закруглена, широкая в скулах, имеет форму равностороннего треугольника. Лоб слегка выпуклый, надбровья ярко выражены. Морда округлая, маленькая, подбородок не выступает. Шея длинная, мускулистая, усы извитые. Уши средней величины поставлены высоко, широкие в основании с закругленными кончиками. Глаза миндалевидной формы, большие, выразительные. У уралов может быть любой окрас шерсти и цвет глаз. До 2011 года этих рексов даже разрешено вязать с другими породистыми кошками, чтобы влезть в новую кровь и получить новые окрасы. Вот мы видим эту девочку, представитель ей каши, окрас черной пятнистой таби. Скоро мы получим от нее потомство. Если ген таби будет доминантом, то все котята будут вот такие у нас полосатопятнистые. Все рексы рождаются с курчавой шерсткой. Однако на второй неделе жизни завиток у котят распрямляется. Породу выдают только характерная форма головы и извитые вибрисы. По мере взросления с формированием взрослой шерсти завитушки вновь появляются. Обычно это происходит в 4-5 месяцев. Окончательно же кудряшки могут сформироваться и довольно поздно. Например, к 2-м годам. Шерсть у уралрексов короткая, бархатистая, нежнейшая. Образует плотный закрытый завиток. Остевой волос источен и присутствует на ногах. Кошки бывают двух видов короткошерстные и полудлинношерстные. У нас в Москве только короткошерстные кошечки. Вот, возможно, одна девочка будет полудлинношерстной, но это надо будет смотреть уже ближе к 2-м годам. Когда шерсть новой шерстью, вернее, старой шерстью уйдет, она растет новой. Но это будет уже определять эксперт. Иногда среди котов и кошек этой породы встречаются особи с прямой шерстью. Вот, например, посмотрите на эту кошку. Она тоже уралрекс и весьма полезна для разведения, как носитель гена курчавости. Уралрекс Уралрекс – порода редкая. Люди узнают о ней по-разному, в основном пока из интернета. Видят курчавых кошек и умиляются, справедливо полагая, что эти кудряшки – совершенно чудесные создания. Скажу вам откровенно, нечасто мне доводилось видеть столь ласковых мурлык. А уж хозяева своих питомцев просто обожают. Ну, вообще, я таких никогда не видела. Он, когда был маленький, был такой вот практически без шерсти, бархатистый. Просто вот уникальный котенок, очень умный, ласковый, вечно на ручке куда-нибудь левит. В общем, мы были просто восторг. Уралрекс ведет себя как полноправный член семьи. Он любит своего хозяина беззаветно. А вообще, эти животные в меру независимы и в меру ласковы. Уралы подвижны, любят поиграть и порезвиться. Без труда переключаются с одного занятия на другое. Будучи существами добродушными и общительными, они легко находят общий язык со всеми домашними животными и спокойно адаптируются к любым жизненным ситуациям и условиям. Так получилось, что сегодня гостями в этом доме стали не только мы, но и вот эти вот замечательные создания. Однако, вы смотрите, как спокойно они ведут себя в незнакомом месте. Уралрексы везде и всегда чувствуют себя хозяевами положения. С такой кошкой вы будете абсолютно счастливы. И любовью одарит, и мышей ловить будет. Уралы – те еще охотники. Уралрекс – идеальный друг. Он всегда будет рядом и даже позаботится о вас при необходимости. Он по утрам себя ведет очень оригинально. То есть, как бы, по утрам я не слышу будильник, посыпаюсь на третий, на четвертый, он приходит залезать ко мне на грудь, начинает так лапками перебирать, стараться наблудить. Ну, так больше. Приносят мышку, то есть, как собачка. Мы с ним играем, как собачка. Бросаем, он прибегает. Приносит, отрется ноги. Бросай еще. Уралрекс – рады любому общению с хозяином. Она ненавязчивая, но постоянно рядом. То есть, вот, не очень любит, когда берешь ты ее на руки, но постоянно с тобой вот ходит, и того, может, лычет. Вот, если сядешь, она может сама залезть на руки. Вот, а когда ты ее берешь, она не очень любит. Но, тем не менее, мне это устраивает. А вот Уралы-коты более сговорчивы. Они невероятно ласковы и очень любят посидеть на ручках. Гришенька. Ну, ты что-то не хочешь поцеловать меня? Гриша. Гриша, 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 мой котик, да. Гриша хороший. Гриша хороший. Хороший, хороший Гриша. Котята Уралов. Настоящие непоседы. Глаз да глаз нужен за этими шалунами. Очень, кстати, похожими на эльфов. Кто знает, может, они и впрямь появились из сказки. Спокойны эти малыши бывают только тогда, когда мама кормит их своим молоком. Видите, как забавно приподнят хвостик у этой девочки? Это значит, что у мамы пошло молоко, и котенок с удовольствием его ест. Коты Уралрексы – галантные ухажеры. Они могут долго и терпеливо добиваться внимания своей пассии. Нежные и ласковые с людьми, они также ведут себя и друг с другом. Потому лучше, если такой барашек в вашем доме будет не один. Уход за уральским рексом несложен, что выгодно отличает эту породу от других. Основные процедуры – вычесывание или тримминг, то есть выщипывание. Оно применяется, если кошка линяет сильно – клочками. Такое часто наблюдается у уральских рексов. Не пугайтесь, если заметите проплешины на теле своего любимца. Он не болеет, просто меняет шубку. Кстати, владельцы уральских рексов говорят о том, что в период линьки животного шерсти в доме почти не прибавляется. Но линька линькой, а в обычное время расчесывать уралов рекомендуют ежедневно. Причем для этого надо использовать специальную щеточку. Буквально потратив в день 1-2 минуты на причёсывание шерсти, мы удаляем отмерзшие волоски. Немножко почесали. Мы видим, видите, шерсть укладывается в волну. Если на щётке есть шерсть, значит, начинается линька. Если же шерсти нет или очень маленькое количество, то это нормально сами для животного. Такие нехитрые манипуляции улучшают кровообращение и красиво укладывают шерстку. Завиток к завитку. Только помните, жёсткую щётку использовать нельзя. Шерсть урал-рексов плотно прилегает к телу, и острые зубцы могут поранить снежную кожу. Все уралы от мала до велика любят полакомиться свежей травкой или овсом. Можно выращивать зелень самому. Это несложно. А кошкам, ну, очень нравится. Смотрите. Покушать мы любим. У этих кошек повышенный теплообмен, поэтому они кушают несколько больше, чем обычные кошки. Здесь иногда надо будет сдерживать, если что-то вкусное, кошке это нравится. И она может съесть довольно-таки много. Особенно это наблюдается у котят. Вот корткошерстный котёночек, да, там шерсти практически нет, они поели такие клубы, хлопочки с животами. Разумеется, одной травкой сыт не будешь. Едят рексы сухие корма премиум-класса. И, конечно, натуральную пищу, например, курятину или индейку. Качественная еда хорошо сказывается и на здоровье кошки, и на её внешнем виде. Ну, а чтобы ваш кудрявый питомец был исключительно хорош, ещё пара рекомендаций. Ну, в числе уходов за райским рексом, как и с другими окошками, входит и чистка ушей. Обычными лапными палочками. Берём ушко, немножко его можно отогнуть. И аккуратненько начинаем протирать. Ну, и, конечно, намочничек одно. Мы можем и лапками. Почислили одно. Ну, да, всё, молодец. Также чистим второй. Время от времени необходимо протирать глазки ватным тампоном, смоченным в тёплой воде. Но едва ли не самое большое удовольствие эти животные получают от массажа живота. От такой ласки они просто на седьмом небе. Большой плюс уральских рексов – их тихий, приятный голос. Разговаривают они мало и спокойно. Вряд ли вам когда-нибудь доведётся услышать, как кричит урал-рекс. Даже в брачный период редкая кошка позволит себе тревожить хозяина пронзительным мяуканьем. В общем, хороши эти кошки, не поспоришь. Людям невозмутимым и уравновешенным станут они добрыми товарищами. А тем, кто бывает не в меру импульсивен, а могут успокоиться и подарят любовь. Редактор субтитров А.Семкин Все мы знаем, что с кошками связано множество примет и поверий. Но оказалось, что даже если кошка вам просто приснилась, это уже что-нибудь дозначит. Видеть во сне кошек или котов – к измене в любви, обману и неприятностям. Котята снятся к мелким неурядицам, но иногда такой сон обещает семейные радости. Например, хлопоты о маленьких детях, или внуках. Приснившаяся белая кошка предупреждает вас о возможном коварстве со стороны приятелей. Белый котенок – ловушка для неосторожной женщины, грозящая потерей чести или имущества. Черная кошка – явный враг. Гладить кошку во сне – к ошибкам в личной жизни. Прогнать – избавиться от неприятностей. Ну а если кошке снятся вам просто от большой к ним любви, ничего не бойтесь и не верьте никаким приметам. Это была программа «Кошачий алфавит». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова